Готовлю завтрак, забросила горсточку мороженых шампиньонов, они у меня нарезанные, замороженные. Сейчас чуть-чуть поджарю и с яйцом, потом еще припорошу сыром, будет вкусняшка. В заварник бросила пол ложечки черного чая и хочу, знаете, с чем? С жасмином. Вот, ну а то, что зря собирала, это пусарский жасмин. Вот так вот пролежал у меня все, весь сезон и осенний, и зимний, и весенний. Я его не использовала. Забывала, у меня там еще мята, мелиса. На завтрак хорошо, да и не только на завтрак, вообще хорошо травку попить. Все. Пока жарятся грибы, покажу вам нашу погоду. Вот, смотрите, видите, небесерая. Не то, чтобы прям очень, не то, чтобы там что-то такое нависало страшное, но все-таки. Да, это Николька. Передаю вам привет. Раздербанила, что-то раздербанила. Что это-то, Николька, да елки же зеленые. Ой, а что мне делать с этой козой, я вот не знаю, а? Коза. Пойду вытряхнуть, посмотрите, что она делала. Нашла где-то этот, ну как его, землю, ком земли. И что вытворяет, не знаю. Иди отсюда, вот уже бумажку кто-то бросил. Иди, я хочу встряхнуть. Шишки сейчас у нее в фаворитах. Видите, вот она их отгрызает. Ей интересно, она, знаете, их так подбрасывает вверх. Они катятся, она за ними бегает. Сама себя развлекает. Она же мне вот пообламывала цветы. Смотрите, что она сделала с герани. Ну вот мне надо это все... Ну нет, она уже все. Надо было мне вовремя ее отодрать. А я сейчас попробую поставить в этот водичку, может быть, удастся как-то спасти. Ломает, бегает, ломает. Ну сейчас уже не так. Слушайте, портулак у меня полез. Уйди отсюда, дай чему-нибудь вырасти, пожалуйста, Николь. Вот, может быть, потом соберусь, сделаю салат. Если вот это вот чудо даст мне возможность. И это вот уже. Вот так вот она обломала. Ну это я выброшу, конечно же. А вот этот подлиннее можно оставить. Смотрю. Машины разъездились. Слушайте, Жасмин у меня что-то совсем прям мне не нравится. Да, кстати, у меня роза окончательно высохла. Я попыталась вчера ее выдернуть. Смотрю, что-то она не дергается. Оставила. А там еще, смотрю, есть какой-то зеленый такой росточек. Ну думаю, ну мало ли, может быть, пусть. А вторая роза у меня тоже не идет. Вроде как и не сохнет прям вот, чтобы сказать, как та высохла. Ну и я не вижу жизни здесь. Неужели они не прижились? Конечно, будет очень обидно. Зато кислится. Вы знаете, у меня кислится растет на улице. Это была домашняя. Я ее из горшка высадила сюда. Так она у меня зимой так пропадает. А она по весне, по лету, точнее по лету. Она у меня вот так вот вылазит кустиком. Еще цветет вон. Цветочки дает. А я как вчера приехали, мы с Николькой выгрузились. Я Никольку выбросила на улицу сюда. Запустила дома. Пошла там дома пылюку поубирала. Стуль я подняла. Запустила Жоржа. А сама выскочила на балкон. Ну, во дворик. Убирала во дворе. Ой, у меня что-то грибочки запахли. Сейчас мои грибы там. У меня такая баночка специальная здесь. Для вот этих вот самых дел. Чтобы если что, то можно было как-то спасти. Я вот это, наверное, все-таки сниму. Грибы посолю. Еще бы поперчить их тоже. Главное, это не переборщить. Платит. Ой, а перца-то у меня, по-моему, нет. А вот я теперь не знаю, у меня вообще он и есть или его уже конкретно нет. Вот, посмотрите. Что? Забрасываем яйцо. Так, у меня здесь остался сырок. Сделаем потише органек там. Все мы убавим. Вот. И есть сыр. Ну, так сейчас я его распределю. Можно особо и не париться. Бросите все. Ну, сейчас на тихом огне. У меня совсем тихий огонечек. Видите, совсем чуть-чуть. Ну, где-то минут пять вот так вот постоит. Расправится. Вот этот вот сыр все-таки он хороший. Нормально. Вот он идет в этот как. В еду идет просто прекрасно. На завтраке у меня уходит. Я постоянно вот так с яйцами. Ой, как у меня шумит холодильник. Орехи ждут из своего часа. Надо будет опять их вымачивать. Кепс хочу. Все жду, когда мы к морю поедем. А так у нас на самом деле поездка намечается. Такая однодневная к морю. Вместе поедем с вами. Использованные кульки не выбрасываю. Да. Я что делаю? Я аккуратно их складываю, конечно. Потом использую. У меня в ванной есть вот этот для мусора контейнер. Я его использую для вот этого контейнера. А бы какая, а все же экономия. Смотрите, у нас сегодня с вами такой влог. Хроника утренних дел домашних. Какое-то приготовление от завтрака. Вот все подготовила. А сейчас войду на улице. На улице буду завтракать. Вот темно. Слушайте, как ночью, как вечером, пыльком. Сейчас я хочу стол протереть. Буду завтракать на улице. А, ну, Коська, позавтракаем на улице? Тебе сейчас тоже, потому что, на сон, ну, совсем темно, реально. Что это такое? Аж прям страшно делает. Вот мне так хорошо зажарились грибочки. Обожаю это состояние. Расплавился сыр. Просто самое оно. Я крышечку уже подняла. Вот, а чай я попью потом, после еды. Никольке насыпала еду. Но Николька где? Николька крутится возле меня. А почему? Она же каждый раз надеется на то, что ей со стола что-то перепадет. А ей все не перепадает. И не перепадает. Потому что сейчас она будет меня терроризировать. Будет требовать, чтобы я играла с ней. Давай позавтракаем и потом. Вообще хочу сказать, она у меня такая умница. Ой, я вам сегодня доброе утро говорила? Я не помню. Если вдруг не сказала, то доброе утро. Добро пожаловать в новый влог. Добро пожаловать на мой канал. Рада всех приветствовать. Мы начинаем новый день. Николька там борется с шишкой. Хочу сказать, какая она большая умница. Она в дороге вообще никак не мучает. Она просто спит. Я кладу ей вот эту лежанку на переднее сидение. Она колбаской то в одну сторону головой, то колбаской в другую сторону головой, то поперевок там выслунет вот такую голову. Просто лежит. Просто лежит. Даже когда мы зашли поесть в ресторан, она лежала. Умница. Просто умница. То есть я ею горжусь. Собой тоже, потому что я правильно выбирала породу. Я надеюсь, что наше с ней вот это вот общение такое, взаимопонимание будет сохраняться. Очень надеюсь. Но она же будет расти, она будет еще больше умнеть. Правда, Никося? Ты будешь еще более умной, чем сейчас. Извиняй. Я думаю, что будет еще намного проще с вами. Ну вот, как-то так. Ну что и следовало ожидать на самом деле. Я пошла работать и слышу сейчас это стучит по крышам, по листикам деревьев дождик. Ну там у нас все уже намокло. А у меня, как всегда, под соснами сухо. Вот у меня сосны, видите, не дают пройти дождю. А там у меня все вот так вот хорошо дождичком мочится. Да. И белье, кстати, вывешено, да? Высохнет быстрее. Ммм, смотри, как классно идет дождь, обалдеть. Вот в такую погоду сидеть вот здесь и пить чай. Слушайте, ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Нормальный дождь. Ой, мама, что? Слушайте, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Давно такого дождя не было. Интересно, откуда везти, мама, а? А-а-а-а-а! А-а-а! вот так я мою коврик здесь у меня телефон вот я себя развлекала сидушка от кресла и воспользовалась вот этим самым шампунем нормально можно использовать для мытья ковриков но не выкидывать же добро вот сейчас промою здесь тоже поддон заберем телефон это я его честно говоря уже даже чуть намочила и мне задавали вопрос по поводу знаете чего кафеля кафеля в ванной у нас и в ванной и в туалете кафель совершенно одинаково сейчас хотел то ли показать вам передумала вот вот смотрите у него такая вот структура и ячейки соты соты не ячейки а соты и идет такая полоса более темного серого орнамента и орнамент повторяется но на светлом же фоне такой белесый вот потому что у меня и потолок сера серо-серый ты и все у меня здесь серо-серое и это тоже у меня серо-серое намочила все сейчас тратить только полотенце этот акцент с которым я ничего не могу делать я уже это вам пожаловать что что-то мне здесь надо придумать я вот все думаю про этот стеллаж я не знаю белого цвета может быть металлический стеллаж сюда поставить и возможно что это все уберется вот так вот в один угол и не будет так раздражать но у меня тут лежит все то что мне нужно когда я моюсь или просто забить правильно забить в конце концов я же не это не живу в квартире из картинки из пинтерест я живу просто в квартире который все раскладывать так как мне удобно как пользуюсь ладно речь не об этом что я хотел сказать да спрашивали где брала вот кафель я отвлеклась от тем где брала я брала знаете как на чапаева есть ряд магазинов там и обои продают и продают кафель метлах вот в одном из таких магазинов здесь тоже ячейки повторяются мне нравится не знаю такой ненавязчивый рисунок он вроде бы есть знаете как и его в то же время нету да давайте так я постараюсь аккуратно в туалете показать вот вот так видите он есть и его нету он так не любит то есть он не цветной он сливается сливается с потолком и вот так учтите что брала да я этот кафель пять лет назад почти пять лет назад поэтому поэтому я не знаю будет там такое или не будет может быть и будет я промываю поддон и идут дела дальше несколько грязи с коврика казаш забежала мне здесь это отметила коврику только этот коврик она не отмечала и надо было обязательно отмечаться видра маленькая вообще у меня желание поменять этот поддон потому что уже вот это все такое темное и сам поддон уже тоже такой шаткий ой слушайте столько расходов столько дел да так надо правильно расставлять приоритеты да да правильно будем расставлять приоритеты как я люблю говорить ну что делать надо же хотя бы за 50 плюс правильно учиться жить слушайте у меня такой вид вот я побывала вот видите на улице там же влажный сейчас так как смотрите волос не волос волос непонятно что вот непонятно что мало того что не очень то и свежий а еще после дождя непонятно что и сюда вот так постоянно оседает пыль постоянно ну вот контраст постоянно вот так вот трюш потому что по-другому просто потом противно вот на это все смотреть ужас какой когда у меня есть а дома перекись у меня она закончилась я перекись и прохожу с перекись хорошо справляется кстати с всякими загрязнениями я как-то показывала вообще мне нужно поработать в ванной опять я давно кафель здесь но швы не промывала копится всяко разно а так неохота делать домашние дела вот вы поверите вот в течение года так наработаешься так устанешь и думаешь ждешь этого лета чтобы вот отдохнуть а тут как подумаешь у тебя оказывается домашние тела ждут а как не хочется ой нам настроиться вот здесь вот тоже сейчас мы подберем я конечно не убираю но в смысле у меня сейчас нету такой стирки ой уборки основательной я что-то могу сейчас так пособирать вот я очень прогадала с метлахом очень я такой нехороший метлах взяла сейчас я вам покажу в чем проблема вообще я не знаю каким мозгами куда я смотрела когда я его выбирала он знаете какой он немножко странноватый видите вот эти вот полосы вот эти вот полосы это не грязь это вот расцветка метлаха такая и почему она мне понравилась в свое время смотрите вот видите видите пятнами какой-то это не грязь это именно вот такой вот метлах это такая расцветка ладно время час и у меня такой перерыв типа обед такой плотный достаточно перерывчик ой перекус то есть хотел сказать но это даже не перекус я это называю приемом пищи кофе с молочком здесь у меня мороженка пара ложек есть ну пара-тройка сыр бри вот вкусненький и абрикосики да и у нас как у нас как на балконе все тяжелиться все тяжелиться что опять тут не хватаешь с пола коза что опять хватаешь с пола и дождик дождик все еще идет накрапывает но уже не такой сильный но но идиот то есть он не слабый но не такой как лил конечно а я поработала так что у меня сейчас перерыв а потом у меня будут дела куда надо быть мне поехать может быть я вас возьму с собой поедем вместе заехала сейчас взяла заказ вы из фиберлик дома уже покажу и направляюсь в брау потому что нужно во первых домой кое-что купить а еще у нас в конце недели дай бог намечается поездка как поездка никуда там и сняли коттеджи с девочками першага на выходные возле моря качаться и пока нету снимаем чужие дачи а конец вот и хочу и впрок тоже то есть на выходные тоже кое-что купить сегодня у нас чем у нас понедельник ну мы будем все ждать автобус с чем пожалуйста приезжайте конечно всегда могу пропустить пожалуйста пожалуйста вот и я хочу закупиться вот впрок чаю что-то купить допустим там потом там есть кухня но я не знаю что там есть из посуды что есть чего нету можно ли как-то готовить просто этот момент уже нужно отработать посмотреть про мониторе посмотреть что там есть ой еду пока в браво не знаю сама что буду долгом брать сейчас буду ходить между стеллажами буду забрасывать в корзину что нужно или что не нужно а еще я сейчас 20 минут 4 я еще не обедала но я кофе пила на балконе с вами сколько было пол первого да так что так что я сейчас приеду в браво я сначала забегу сначала забегу в макдональдс поем вкусные вредные пищи хотя какая она вкусная не ну что-то там бывает конечно вкусная вот креветочки мне там нравится кляре неважно никольку я замотала на балконе не хочу вот никольку я замотала на балконе и покормила расчесала забросила в вольер так что на этом сейчас спит мамашка будет делать дела пока не только спит такой дождь был с утра а сейчас посмотрите какое небо красивое такое синий нет голубой это еще такие ватные облачка обалдеть вот я вам сейчас покажу магазин брау который я постоянно приезжаю у нас один из больших самок у нас достаточно крупная сеть магазинов брау и они везде на самом деле есть во всех микрорайонах но вот в хмедлак самый первый большой брау был здесь на азизбеково мне сделали замечание скажут не азизбеково актеров лонг а в моем детстве это была станция метро азизбеково вот большой магазин брау я сейчас не паркуюсь машин не так много я в принципе не в час пик приехала у меня телефон перекошен я смотрю да так что вы меня простите вы у меня наверное градусов на 13 как наклонились уже такая лужа ух ты все сейчас начнется мне будет казаться что мне все нужно со скидкой 2,95 взяла такое печенье посиделки на овсяное я помню как камка в детстве ой ну не в детстве прям в школьном возрасте очень любил всегда и покупала эти печеньки к чаю возьму за 1,89 маршмеллоу возьму вот за 2,49 можно взять и такие вот мишки взяла в моем случае это так нормально валять такой смех заразительный за 4,59 гречку возьму вот в этот раз наткнулась на вот эту французскую горчицу от щедро но только я с ценой не разобралась там что-то все по 75 копеек но это конечно не 75 копеек что-то цены нету ну главное нашла 2,29 сладкую кукурузу маленькую баночку главное проверить на предмет помятости не помятости и срок нормально я закончился как раз перец молотый черный вот возьму от катаний 1,99 и за 6,15 вот эти хочу маслины турецкие вот это мармара берлечки но эти xs а вот здесь есть вот м я возьму м хочу взять обезжиренный творог для никольки 4,39 саушкин возьму срок нормальный однопроцентный ну можно считать обезжиренным 5,15 просто квашню 15 процента 1,79 возьму такие порционные сливки тоже хорошо кофе будем делать и скажем так по порции сливок за 4,09 возьму порционные сыр родные уже для дачи хорошо на выходные за 1,75 этим малышариком возьму по этому йогурту вот этот творожный со вкусом пломбира срок хороший прошлый раз не смогла себе выбрать цыпленка а сегодня смотрю но он такой плохо очищенный был а сегодня смотрю уже есть красивые это как-то покрупнее перезрел перерос эти помельче но вид у них конечно не очень а это красивше будет а что с ценой цена пропала а нет цены слушайте взяла можно пожарить случку голубика теперь приходит в таких лотках за 12,59 здесь полкило не знаю сколько осталось после того как попробовали я в нашем магазине видела вот не знаю я в нашем магазине видела но она была какая-то такая суховатая здесь вроде ну чё делать брать не брать ладно подумаю наконец опять появилась это полкурма сушеная форма за 5,50 за 5,50 сколько здесь 150 грамм надо 150 грамм и 500 грамм за 6,90 давайте возьмем полки граммовые и будем потихонечку поедать в таком симпатичном варианте тоже есть за 11,50 сколько здесь 300 грамм ну в подарочном варианте за 6,79 вот и в таких стаканчиках тоже есть голубика здесь по 250 грамм ну ты не знаешь что делать и голубики хочется так я пока здесь потом при 19 возьму до места с мой любимый формат 500 миллилитров за 2,69 два рулона бумаги папе мне кто-то писал что не видели папе двух рулонов пожалуйста не всегда у нас бывают но бывают на дачу за 80 копеек тоже столовые салфетки сейчас наблюдаю картину здесь в холодильниках морозильниках выгружает мороженое бакилы газ а я главное дело последний раз заходила в размаркет хотела себе купить не нашла то посетила меня мысль взять недорогое мыло жидкое здесь 1,89 возьму вот это ну чтобы с собой мыло с мыльницы не таскать мне кажется так удобно хотя я так в последнее время не люблю жидкое мыло прям ненавижу но с рук не смывает слушайте я думала что я приехала грабить магазин у меня пустая тележка с ума сойти нашла себе вот оливкового цвета как я хотела тапочки литые слушайте и совсем недорогие но они вот здесь вот здесь вот это слишком свободные одни взяла натирают эти свободные 5,49 в общем стою думаю сейчас постою подумаю а вот голубик то я не взяла постояла подумала не взяла подумала что наверное надо взять а то я каждый раз свои домашние тапочки беру с собой в дорогу в поездку а мне кажется что можно вот такие одни ой на 5,49 бюджетное удовольствие поехали тележка все еще пуста мне кажется она так и останется пустой я тут такая идея посетила я не знаю наверное бредовая тут продаются палатки но они все по разным размерам там 50 55 150 170 110 слушайте а чем они это форму какую еще что-то не привозили и здесь раскладные эти смотрите кресла опа слушайте что такое маленькое это ж на какую попу на детскую ну ладно вот еще палатки чего только нету сейчас вы понимаете вот как нас это как нас а вот меня сейчас очень заинтересовали вот эти кресла ой я сейчас здесь все свалю граждане будете сами за мной все убирать вы очень неудобно все это здесь складываете вот такое вот такое кресло слушайте все будет раскладное гляньте я психанула и разложила о слушайте вот для стакана даже есть место видите нормально если меня не выдержит то дидю точно выдержит слушайте нормально села сидишь сейчас я выясню ценники на складывающиеся стулья вот 40 ну 43 46 и 25 теперь вопрос сколько стоит то что выбрала я мне хочется прям в таком оранжевом цвете вот таком ярком а там еще кое-что я сейчас посмотрю есть попроще но они как то они мне не очень вот их тут много и симпатичные однако композиции смотрите висят просто вот такой колпачок здесь есть еще вот такие вот с ракушками и дом ракушки посимпатично да смотрится правда обожаю свою машину понимаете занимает минимум места да минимум места ад вот так ну что к дачному сезону готовы а как же сразу положусь сюда и пусть со мной путешествует ой я должна была наполнить эту аптечку я забыла представляете я же сейчас в аптеке брала этот спирт спирт брала а забыла что нужно аптечку наполнить ну ладно выйду в какой-нибудь маркет в какой-нибудь маркет выйду ой не в маркет что я говорю в аптечку в аптеку вот а фаберлик я взяла кондиционер для белья меня спрашивали каким я пользуюсь вот именно вот этот беру восточный пион больше всех нравится этот аромат вот взяла три правда бутылечка ну один бутылечек пойдет у меня дочери ей тоже он понравился зашел вот гель для стирки черного и темного белья и гель для стирки цветного и белого все я в фаберлике либо карандаш помаду либо химию больше ничего так а это я вот уже отложила на дачу повезу а ну и каталог в принципе мне не нужен я захожу на фаберлик на сайт там делаю заказ выбираю потом заказ делаю по артикулу и в основном знаю конкретно что мне нужно и поэтому я не листаю каталоги они мне сто лет не нужны вот все так что на сегодня все мои дорогие увидимся в следующем влоге всех целую крепко обнимаю и всем пока 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 субтитры